Состояние конституционной законности, а также исполнение республиканского бюджета обсуждают на совместном заседании Палат Парламента в столице. Там сейчас находится моя коллега Сабина Балашкина. Она готова присоединиться к эфиру. Сабина, расскажите, пожалуйста, что еще интересного на повестке. Илья, приветствую. Я хочу отметить, что первой выступила председатель конституционного суда Эльвира Азимова. Она рассказала, что за защитой своих прав в течение пяти месяцев к судям обратились свыше трех тысяч казахстанцев. Чуть менее половины поступивших обращений, а это около 41%, касается несогласия с решениями судов. Другая часть обращений связана с неисполнениями судебных актов, жилищных и трудовых отношений, доступа к информации, банкротства физических и других лиц. В разрез регионов наибольшее число обращений поступило от жителей Астаны, Алматы и Костанайской области. Далее с докладом за трибуну вышла председатель высшей аудиторской палаты Годунова. Она предложила ввести солидарную ответственность руководителей центральных госорганов и регионов за недостижение целей, поставленных в планах развития и бюджетных программах. Местные исполнительные органы должны обеспечить эффективное использование каждого ТИИНа на местах, считая Годунова. На фоне этого предлагается ввести в административный кодекс и новый бюджетный кодекс ответственность за недостижение показателей. Также Годунова считает, что госорганы должны отвечать не только за рациональное расходование бюджета, но и в целом в определенной части за его пополнение. Она предложила в качестве КПА и в планах развития, и бюджетных программах центральных госорганов, и нацкомпаний предусматривать и поступление налогов. Также отмечается, что за неэффективное привлечение внешних займов и их несвоевременное освоение введена персональная административная ответственность должностных лиц в размере 100 МРП, это 345 тысяч тенге в этом году. Годунова считает, что сумму штрафа тоже надо увеличить. На этом у меня пока вся информация, заседание тем временем продолжается, подробности расскажем уже в следующих информационных выпусках. Сабина, вам большое спасибо, будем ждать подробной информации.